Привет, пупсик! С тобой снова я, Паштет Шпингалет, Нюся Буся, Женщины, Николас Кейдж, или кто это? Джон Траволта, Скала, и что там говорят голоса в моей голове? Лера здесь? Вроде да. Всем здравствуйте! It's me your boy, Skinny Penis, и сегодня мы с тобой разберем такую локацию в замечательной игре Lost Light, как Гора Окияма. Да, это второй гаст по Lost Lightу, и нет, мне не стыдно, хотя на ты смогли бы уже давать мне начать деньги, сколько можно. Гора Окияма, грубым языком, одна из самых базированных карт для новичка в данной игре, поэтому всегда нужно брать это into consideration, если можно так выразиться. Не знаешь, что делать, идешь на Окияму. Это то место, где стартует большинство своих новичков, и новички с этой локации, грубо говоря, не уходят. Почему эта локация хороша не только для новичков, но и также для других игроков? В общем, играйте как хотите, суть не в этом. Это одна из самых простых карт для понимания и изучения. Тут есть всего лишь, так сказать, несколько мест, которые заслуживают твоего интереса. С новой итерации карты, с вайпом 1 сентября, который произошел, вас интересует только левая часть карты. Только левая часть карты. Забудьте вообще про правую часть карты, тут нет абсолютно ничего, что вас могло бы заинтересовать. На данный момент у меня один из самых худших спавнов, еще худший спавн только вот здесь, в нижней части карты. И, собственно говоря, когда вы спавнитесь на правом конце карты, ваша главная задача это сразу забежать на виллу. Мы туда добежим, поговорим. Поэтому о том, что тут есть и что тут делать, я даже говорить не буду. Тут, да, есть парочка интересных ящиков, каких-нибудь других штук, но, скажу честно, это не стоит абсолютно никакого вашего внимания. К сожалению, Lost Light это, ну, не та игра, как в Тарковиде, нужно изучать абсолютно каждый кустик. Тут все устроено немного по-другому. Поэтому давай сразу же перейдем к тому, о чем мы тут собрались, поэтому пошли на виллу. Также то, чем мне нравится Акияма, это весьма, если можно так выразиться, ну, straightforward карта. Уж бардоньте меня за мою English pronunciation, но, тем не менее. Тут все просто. У вас все, что вам нужно с собой таскать, это четыре ключа. К сожалению, сейчас у меня их нету, потому что это типа оффлайн режим, но я вам покажу, какие именно. Единственное, что я могу вам сказать, старайтесь как бы держаться правой стороны, когда вы бежите в вилле, если вы идете с того спавна. Потому что боты, особенно на хай-левеле, потому что чем выше у тебя уровень, то тем агрессивнее боты, тем лучше они стреляют, то тем больше они будут по тебе заливать. Поэтому бежать через гольф-клаб, сломя голову, эта штука, конечно же, такая себе. Итак, мы пришли на виллу. Это, в принципе, единственное место, где вы, где я вам покажу почти все места, которые вы можете, ну, вам нужно залутать. И, я думаю, дальше пойдем там уже по другим вещам. Там, потому что, грубо говоря, получается такой, знаете, типа квадратик-треугольник, по которому вам нужно исследовать-исследовать. Поэтому, да. Опять же, вид на виллу раскрывается с двух сторон. Легче всего пацанов пикать непосредственно с этой части. Тут есть несколько мест весьма интересных. Но, опять же, старайтесь не пересадиться со снайперами, если вы не уверены в своих силах. Я в своих силах не уверен, поэтому я всегда пытаюсь рашить на лицо. Это, в принципе, единственное, что у меня получается. Также не забывайте, что через этот забор можно перепрыгнуть. Причем, ну, в весьма разных местах. Насколько я помню, вот тут есть перепрыжка. То есть, оттуда сверху можно стегнуть. И поэтому всегда, как бы, ну, имейте это в виду и пользуйте этой вещью-вещью. Так, начнем с компов. Начнем с компов. Ну, тут у нас, естественно, трупик лежит. Компы. Одна из тех стартовых локаций, в которых вы довольно часто будете бывать. Почему вам нужно тут быть? Во-первых, это огромное количество спавн электронных компонентов. Фиксированный спавн флешки. То есть, вы тут всегда найдете флешку. Абсолютно всегда. В компах очень часто спавнятся жесткие диски и деньги. Ну, вот эти вот маленькие сверточки, которые дают тебе по 10 тысяч рубастеров. Потом, что еще? Фиксированный спавн штуки для зарядки. Charging Cable. Тоже запоминайте, где эта штука. Она сейчас стоит в районе 200 тысяч. До 200-150 она, как бы, ну, не падает. Ну, тут, конечно же, loose loot. Всякие штуки. Музыкальный плеер тоже сейчас денег стоит. Suitcase. Туда-сюда. Еще один труп. И первый ключ, который вам нужен. Это ключ от гаража. Выглядит он примерно вот так. Из-за моего лица не видно. Давайте я себя немного вот так вот передвину. Ключ от гаража. Стоит он, насколько я помню, на блэк-маркете в районе 500 тысяч. Окупается ли он? Вопрос открытый. Опять же, все, большинство, количество ключей будут окупаться только после того момента, как вы перегонитесь где-то примерно с 26-27 уровня. После этого он начнет спавнится на такой нормальный такой пожилой лут. Также это, ну, и зависит от рейтинга. Выше рейтинг, лучше спавн лута. Поэтому, чем быстрее вы прокачиваетесь, тем лучше. Едем дальше. На этих двух вышках всегда есть снайпер. Поэтому думаем и запоминаем. Насколько я помню, наверху там абсолютно ничего нету. Но довольно часто отсюда можно попикать челиксов. Потому что, не знаю почему, но очень много людей, я в последнее время играю, и чуваки просто-напросто не ожидают от того, что ты будешь их пикать именно с этой вышки. И причем не именно изнутри, а вот отсюда. Именно вот с этого вот угла. Потому что минимум уже 10 килов я сделал вот здесь. Там тоже на скале. И тут тоже иногда удавалось запикать пацанов. Как бы место весьма-весьма интересное и интригующее, как минимум. Но тут опять же огромное количество распрыжек. Все их показывать смысла никакого нет. Просто запуститесь в оффлайн режим, побегайте немного, посмотрите, что тут вообще есть. Очень сильно, ну, позволяет получать позиционку. Потому что Lost Light это игра абсолютно только про позиционку. И про твои патроны, естественно. Потому что чем лучше патрон, тем пыжже. Так, что еще? Это у нас ангары. В ангарах у нас есть одна сумочка тут. Одна сумочка здесь. Тут фиксированный спаун медицины. И еще одна, один ящик. Тут у нас, насколько я помню, да, тут постоянно спаунится пауэрбанк. Вроде, вроде всегда. А тут, насколько я помню, маячок. Да, маячок. Это все фиксированный спаун, то есть, когда вы сюда приходите, всегда эта штука будет тут лежать. Если ее нету... Скорее всего, я тут это украл. Ты тоже иногда можешь заспанить за всякие прикольные штуки. Тут, например, редко, но метко. По поводу того, что наверху. Не самая лучшая позиция на вилле, скажу честно. Потому что она простреливается вообще абсолютно отовсюду. Особенно вот оттуда. То есть, если, допустим, вы лежите тут и пытаетесь проконтролировать всю эту штуку. Да, все видно. Точно так же вас видно сзади. Хотели бы, чтобы вас было видно сзади? Вот, вот. Вот этот вот мужчина и есть ваш ответ. Точно так же, как и вот этот. То же самое и с компами. На компы тоже можно залезть. И да, более выгодная позиция, так сказать, на вилле. Тоже можно распекать типов. Проблема, опять же, в том, что вы открыты слева. То есть, вы открыты слева. Вы абсолютно открыты вот в той штуке. Мы туда тоже сходим. Я вам все покажу, поэтому не переживайте. Так что, да, позиции эти, они могут отыгрывать только когда вы играете в рейтинг. Потому что так сейчас, так как игра только набирает обороты, в рейтинг, особенно в дуо, сейчас играет... Максимум тебе может попасться вот два сквата, если ты играешь в дуо. Прям вот максимум. Потому что все время, что мы играли с камоходом, больше мы людей не видели. Поэтому, если ты 100% уверен, что двое чуваков сидят на вилле, то, скорее всего, больше тут никого и не будет. Поэтому ты можешь спокойно сесть туда или туда. Но ни в коем случае не делай это, когда ты играешь соло, либо когда ты играешь в обычной катке. Потому что там людей просто до жопы. Так, и по сути, вот то самое главное место, которое вы должны рашить. Потому что огромное количество лута, огромное количество балдежей, вэпен-ящик, сьюткейс, всякие джип-штуки, медицина, сейфы. Старайтесь как можно быстрее раздутывать сейфы, потому что тут можешь показать всякие прикольные штуки. Спавн в раковине, драгоценностей. И второй ключ, который вам нужен. Ключ от локбоксов на океями. Выглядит он вот так, я не знаю. Не разбирайтесь по-английски. Ну, типа, чел, 1962 год, начни его учить. О, красота. Сьюткейс. Тут тоже бывает спавнится лут. Еще один сейфик вот здесь. Мало кто знает, но вот в этой вот, не знаю, а-ля улю сауне тут фиксированный спавн вот этих вот банкнот. То есть их тут может реально набуриться просто дофига. Опять же, так, показываю. Об этом тоже мало кто знает, но тут есть специальный катволк так называемый. Очень часто комоход этой штукой любит пользоваться. Он постоянно туда заходит и людей находит. Также тут у нас лежит трупецкий, как он тут попал, вопрос открытый. То есть вы просто-напросто запрыгиваете, пробегаете, и можете запрыгнуть либо вот сюда, либо вот туда. Как бы очень полезно для того, чтобы заходить чувакам в спину. Этого никто не ожидает. Так, что у нас внутри? Два компа. Тут у нас спавнят, опять же, дорогой техники. Тут спавнится всякая херня, сумочка. Еда, вода, туда-сюда. Что еще? Амма кейс. Еще два компьютера. Тут херня спавнится. Ну, тут какая-то техника в основном. Пам-пам-пам. Так как с новой атерацией данной карты очень много всяких штук убрали. Тут всегда спавн еды. Всегда абсолютно он тут спавнится. Больше, в принципе, ничего такого интересного нет. Только, конечно, тут вэпон-кейс лежит большой. Так, что еще? Что еще? Надо залезть наверх, тоже вам показать. Пам-пам-пам. Тут также нужен еще один ключик. Ну, еще один юз вот этого ключа, который был снизу. И, собственно говоря, вот это вот самая лучшая позиция на данной карте. Потому что вот ты, тут ты прикрыт абсолютно отовсюду. И тебе видно, ну, почти все. Если ты играешь в дуос, то ты, по сути, прикрыт абсолютно отовсюду. Тебе все видно, тебе все слышно. При этом тебя никто не видит. И распекать тебя просто-напросто невозможно. Имейте это в виду. Да-да-да. Тут у нас также есть, насколько я помню, гранатный ящик. Но, что я хочу сказать. Никогда сюда не бегите. Никогда, если вы думаете, что вот сейчас вот этот чувак бегает, я сейчас вот сюда встану. Сейчас подожду его за кемпером. Нет, херня идея. Сразу тебе скажу. Тебе абсолютно некуда отступать. По сути, это вот твое единственное укрытие. Все, если тебя зажали вдвоем, отсюда, чувак. Еще оттуда, чувак. Все, ты мертв. Ты отсюда не уйдешь. Запомни это. Опять же, мало кто знает. Можно зайти чувакам сверху. Ломаешь стекло, запрыгиваешь. Имейте в виду. Что еще? Залазить сюда можно, конечно, разными джип-штуками. Но, тем не менее. Также еще забыл показать. Тут есть дроп на ящик. Ну, не то, чтобы он вам был нужен. Бобиджон. Да, там, конечно, могут заспанить всякие прикольные штуки. Но, опять же, все зависит от вашего уровня. Поэтому, пока вы Бобиджон маленького уровня, то смысла в этом абсолютно никакого. Лут тут абсолютно рандомный. Скорее всего, самое ценное, что можно лутать с этих ящиков, это запечатанное письмо Юки Рин. Которое делает ключ от а-ля улю Меченки. Меченой комнаты. Но об этом мы поговорим, когда у меня дойдут руки сделать гайд по гавани. Так что, да. Также это, в принципе, отсюда можно перепрыгивать заборчик. Держу вас в плотном курсе. Тут вот еще один вот такой ящик в кустиках лежит. Их, в принципе, много, на самом деле, на карте. Но все их показывать смысла абсолютно никакого нет. Набередко, что он уже заспавнится. Так, плюс, что еще? Тут у нас вышка. На вышке тут у нас аммобокс с патрончиками. Вот он лежит. Тут также еда. Тут, кстати, на самом деле весьма-весьма неплохая позиция. Довольно-довольно неплохая позиционка. Сзади, конечно, у нас немного тут открыто. Но, я думаю, можно найти какую-нибудь штучку. Вот так вот прилечь и думать о смысле жизни. Весьма хороший обзор. Да, да, да. На виллу и на окружающие штуки. Также позволяет распикать вот те вот камни. Ну, перепрыжки. Ну, тут, конечно же, есть дырка в заборе. Перепрыжками, на самом деле, мало кто пользуется. А вам нужно иметь им пользу, потому что очень много чуваков просто-напросто отбегают эту штуку. То есть, как бы вам ничто не мешает. Просто взять, допустим, разбег и перепрыгнуть вот тут вот залезть. Нет, нет, нет. Вот здесь. Все, перепрыгнули, залезли туда-сюда, в Айс Верс. В принципе, как я думаю, с виллой, ну, больше тут ничего не скажешь. Видите, что вот тут снайпер спавнится, дикий скаф. Тут скаф. Там на вышках, опять же, скавы. С виллой мы распределились. Что у нас дальше по списку? Допустим. Такая ситуация. Вы прибежали слева. На вилле у вас были пацаны. Вы их убили. Какой у вас есть смысл дальше, если у вас есть еще время? Вы АФК бежите на военную базу. На бункер. В прошлом вайпе я с бункера за 20 рейдов вытащил две видюхи. Насколько я знаю, сейчас они очень сильно пофиксили спавн непосредственно луз лута, который спавнится вне коробок. И ничего там такого ценного вне этих двух коробок я не находил. Но в таких локациях, типа бункера, спавнится очень ценный, дорогостоящий лут и модули на оружие. Вот в этих вот ящиках непосредственно внутри. Которые вам впоследствии могут быть нужны и понадобятся. То есть для выполнения квестов, для еще какого-нибудь херения. Квесты сейчас выполнять вообще никакого смысла нет. Только ради, ну, раша опыта. Такое себе удовольствие на самом деле. Тут у нас, ну, что, вэппенд ящик, еще один вэппенд ящик. Тут по мелочи ничего такого сверхъестественного и интересного нет и не существует. Как бы это не те штуки, которые вы должны лутать в данной игре. Поверьте моему опыту. Тут еще ящик с медициной. По сути, после того, как вы заходите внутрь, у вас будет два ящика. Один тут, другой здесь. И рядом с ним будет еще одна пипка. И вот эта вот пипка абсолютно рандомная. Ну, луз-лут я имею ввиду. В принципе, все. После того, как вы сюда прибежали, залутались. Куда вам есть смысл идти дальше? Конечно же, на Lakeside Camp. Потому что тут тоже есть что покушать, что полутать. Я сейчас покажу где и что и как. Причем, как вы понимаете, самое что интересное, вам не нужно лутать абсолютно ничего другого. Потому что так как Lost Light это тарков а-ля улю на минималках. И во всех тарковах на минималках очень сильные всегда проблемы непосредственно со спейсом в твоем инвентаре. То есть у вас всегда очень-очень мало ящик, с которыми вы можете как-либо взаимодействовать. Грустно ли это? Возможно. Так, тут у нас трупик лежит. Это мы где находимся? Для того, чтобы вы понимали. Да, на Lakeside Camp. У нас курточка. Какое золотое правило? Ну-ка, давайте все вместе. Хором, дружно. Видим курточки? Лутаем курточки. Не лутайте курточки. По дефолту хор. Запомните. Тут также спавн проволоки. Вот здание, в принципе, но оно не то, чтобы представлять какой-то огроменный интерес. Но залутать, когда вы по пути полезны. Опять же, курточка. Тут у нас сьюткейс. Пам-пам-пам. Оружейный ящик. Курточка. Таффельбек. Специально вот этот вот кейсик, в котором всякая херня может заспауниться. Также вы можете сюда залезть наверх. То есть, ну, допустим, вы слышите, что какие-то там чуваки стреляются на заправке, которая вот тут снизу. Или что-то вот из этой оперы. Что вам мешает сюда залезть и просто попробовать их пораспикивать. Весьма неплохой спаун. Причем с него даже видно... Господи, как это херен называется? Обзорный наблюдательный пункт или что-то вроде того а-ля улёв. Так, после того, как вы спустились вниз, у вас открывается... Перед вами заправка. В заправке, на самом деле, ну, не так-то уж и много. Но лута тут может быть предостаточно. Опять же, туфельбек. Внутри тоже ещё туфельбек и сфиткейс. В этих штуках спаунится лузлут разнообразный. Тут также фиксированы спауны электроники. Очень много электрических компонентов, всякой прочей херни. Нужен, опять же, будет тот самый маунт-океама логбокс-кей. Имеем это в виду. Тут также вот лузлут, курточка. Тут у нас выход на улицу. Внутри ещё один ящик. Да, пляха-муха. Наверху вэпон-бокс ещё один и амобокс. Соответственно, с патронами. В принципе, что у вас остаётся? Тут уже всё, что у вас можно было бы залутать, вы залутали. Поэтому последнее место, которое остаётся, это в ювен-дек. То есть, допустим, если у вас нет времени, и вы начали вот непосредственно вот с этого вот спауна. Потому что, насколько я понимаю, спауна сейчас всего 4. Если что, вы меня поправьте. Как бы комментарии открыты. А я всегда надеюсь на хоть какой-то фидбэк. То есть, у вас спаун есть здесь. Вот в этой вот стороне. Опять же, вот тут. И вот тут. Вроде ещё вот здесь. И, возможно, вот тут. И вот тут тоже, возможно. И ещё вот тут, да, тоже. Так что, имейте это в виду. Если вы заспаунились непосредственно в левой стороне карты, около бункера, то, вполне возможно, ваш маршрут мог выглядеть так. То есть, вы бежите на бункер, на виллу. И для того, чтобы не терять время, потому что в этой части карты ловить абсолютно ничего нечего, вы идёте на в ювен-дек. И на в ювен-дек уже вызываете эвакуатор. Ну, это, конечно же, мы говорим за рейтинг. Если не за рейтинг, то там уж какие выходы у вас есть, то туда и идите. В ювен-дек весьма неплохая локация для лутинга. Да, тут его не так-то уж и много, но тут всё равно есть. Тут у нас спрятан сьют-кейс. Тут у нас фиксированный спаун еды-воды. Пам-пам-пам-пам-пам. Комнатка по соседству. Тут у нас ещё один сьют-кейс. Тут нужен ключ от вью-вен-дека. Это вот наблюдательная площадка. И это четвёртый ключ, который вам нужен на данной локации. Вот, в принципе, и вся история. Рядом у нас ещё одна курточка и ещё один сьют-кейс. Внутри луз-лут. Это непосредственно спортсбэк. На этой полочке и на этих двух полочках тоже всякая техническая всячина спаунится. Что по поводу верха? По поводу верха ещё один сьют-кейс. Ама-бокс, сколько я тут помню. Нет, просто кейс, в котором спаунится компьютерная электроника. Такие всегда советую чекать, там спаунятся цепухи и ведюхи. Ещё один кейс, курточка, луз-лут. Наверху тут есть ещё один ящик. То есть когда вы его лутаете, то лутаете его аккуратно, потому что, ну, когда засадитесь, и грубо говоря, вы открыты отовсюду. Ну, это, в принципе, и вся история. Просто только вы себе это залутаете, вызываете и улетаете. Что ещё можно сказать? Ну, единственное, что осталось, это сходить на гору. И уже посмотреть оттуда, как всё это выглядит ситуация. И дать каких-то, знаете, ну, типа, а-ля-у-лю общих наставлений. Скажу честно, как можно считать меня кем угодно, но если вы играете в эту игру со снайперками, либо на патронах, которые шьют шестую броню, то вы по дефолту баба-бой. Потому что, потому что да. Ну, вот я вот так сказал, я вот так думаю. Не играйте со снайперками. Играйте как мужчина. Лицо в лицо. По снайпере вы всегда успеете какой-нибудь гребенов снайпер элит. А тут, ну, ребята, давайте будем честны. Не хватает такого, знаете, такого мужицкого, ну, чисто, ну, такого пожилого драйвового секса. Ну, такого, знаешь, вот нормального, чтобы потом так очко так и отслоилось. Да, вот этого вот очень сильно не хватает. Потому что ты бежишь воевать с пацанами, пацаны по итогу там тебе, не знаю, знаешь, там вешают тебе 4 выстрела снайперской винтовки тебе в голову, там ломают тебе шлем, ты уже начинаешь кричать. Господи, как же так происходит? Почему они постоянно ломают шлем? А потом ты идешь воевать с ними вблизи, с мистером, инспектором, вектором, и чуваки просто ложатся, даже не попав в себя ни разу. Возникает вполне логичный и резонный вопрос. Почему? Зачем? И ради чего? Так, что у нас тут есть? Два вэпен кейса, луз-лут. И, собственно говоря, на что у нас тут открывается вид? Место для сверхдальнего снайпинга, ну, снайпинга, что там из этой оперы. И отсюда, собственно говоря, все видно. Но я не советую использовать непосредственно вот эту вот штуку, я советую использовать вот эти вот скалы. То есть, вы можете тут, знаете, так лечь, так подумать о смысле жизни, посмотреть где то, что бегает. Потому что игру виллы центральная, центральная, так сказать, точка данной локации. То есть, вся херня водится непосредственно вокруг вот этой, вот это, бьющееся сердце данной локи. И запомните одну важную цель. Как только вы заспавнились, ваше главное приорити, это просто бежать на виллы сломя ноги. Вообще, не обращайте абсолютно ни на что внимания, бежать на виллы, занимать второй этаж, занимать крышу. Вот эти вот ящики, которые я вам показывал. Это вот самое главное, что вам нужно зарубить на носу. То же самое, в принципе, работает и с гаванью, но там немножко другой видос нужно будет сделать. Вот, в принципе, ну, я не знаю, что еще можно сказать. Да, в той части есть ящики, то есть можно полутать тут какую-нибудь херню, на гол в корсе тоже что-нибудь там надыбать. Но эта штука просто овчинка, не стоит выделки. Не стоит времени, не стоит риска абсолютно никакого. То есть вот, у вас есть вилла, бегите на виллу, занимайтесь сексом с виллой. Все. Ну и, в принципе, вот и вся история. Что еще я могу сказать? На туннеле можно выйти, если ты скинешь все оружие. На кэбл-каре можно выйти на фуникулеры, если у тебя есть запчасть от фуникулера. На вот этом вот лагере рядом с заправкой можно выйти, если у тебя есть 20 тысяч. Ну, как бы 20 тысяч есть всегда у всех, поэтому выход там всегда 100% открыт. И вроде это все, что я знаю. Ну, и вроде вот тут можно выйти, если у тебя нет абсолютно ничего. Ни оружия, ни брони, ни рюкзака. Вроде бы я точно не уверен. Если честно, я никогда там не выходил. Поэтому да. Есть какие-то вопросы? Пожалуйста, комментарии открыты. Пиши, я их все читаю, на все отвечу. Спасибо. Точно так же, лайк-подписка, дизлайк-отписка. Жду туда-сюда. Спасибо на созвоне. Да. И сейчас нужно еще будет сказать пару слов в конце. Я волк. Да, ну что еще можно сказать? Ну, если честно, я не знаю что. Так как, в принципе, гайды для Lost Light максимально простые, потому что игра сама по себе довольно простая. Но некоторые вещи, некоторые люди просто-напросто не знают и не ориентируются. Поэтому, опять же, комментарии открыты. Задавай вопросы. Общайся, я все читаю, все отвечаю. На снято тоже заглядываем, там сидим стримом, разговариваем, общаемся. Типа того, скамлю вас на донаты. Ссылка в описании, да, кстати. А, кстати, про донаты. Подпишись на Бусти, ёпарасы-то. Подпишись на гробанный Бусти. Подпишись на Бусти. Подпишись на Бусти. Всего за 100 рублей в месяц ты получаешь целое... Бабабой. И, да, скоро я выложу там видосы, где я обозреваю вот этих вот замечательных женщин на своем фоне, потому что, ну, по логичным причинам я не могу выставить эту штуку на YouTube. Я думаю, понимаете почему. Так что, да. Видосы всегда в открытом доступе. Пьяни, чтобы выкладывать их за пейволом. Поэтому подпишись на Бусти. 100 рублей в месяц. Вполне себе неплохо. Мопсики с Бэу. Так, что ещё? Следующий видос будет гайдом по Римволду для новичков. Там, я думаю, всё будет довольно просто и аутентично. И после этого я сделаю, там, знаете, типа топ-10 советов, фишек топ-про один мира игрока стример-коммунити по Lost Light для игры в эту игру. Максимальная эфишнс и Zero Tolerance что-то вот из этой оперы. Потому что, да, у меня есть парочка интересных таких мыслей, что вы можете просто-напросто скрафтить весь мой прицел и в самом начале он у вас будет. Об этом вообще никто не знает, если я беру с 4-х кратками. Бээ. Жуда. Ну и что хочешь сказать сам? Я не знаю. Я не знаю. Нет-Из. Алло. Напишите мне. Ну сколько можно? Я хочу миску Рис и кошка-жену. Особенно кошка-жуда с нефритовым стержнем. Потому что я латентный гомосексуалист. Субтитры сделал DimaTorzok